Девушки отдыхают 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 Вот здесь действительно уже нужна сноровка. И при этом все те же самые 310 единиц по урону. Не идеально, но вполне себе приемлемые показатели для среднего танка. Хотя потрудиться в боях все-таки придется. Танк далеко не так прост, как кажется на первый взгляд. Ну что, ребят, берем машину и поехали посмотрим, на что она реально способна. Забыл одеть на него легендарный внешний вид, в котором мне тачка действительно очень сильно нравится. Но я думаю, что это не помеха для создания абсолютно честного обзора на машину. Потому что зацениваем мы, как правило, безусловно, поначалу внешний вид. Но в итоге все равно приходим к тому, что нас интересует больше возможности танка в игре. И, соответственно, потенциальные возможности быть результативным в каждом бою. Подъезжаем ближе, выцеливаем товарищей. Не успеваю, не успеваю выстрелить, но решил не рисковать. Решил не уходить на практически 10 секунд на перезарядку, в холостую. Лучше все-таки попытаться дать урон гарантированный. Так, первый выстрел, первый урон и в целом начало положено. Дальше стоит играть крайне аккуратно, крайне осторожно. Потому что любая ваша ошибка приводит к тому, что вас будут начинать разбирать. Особенно если вы взорвались куда-то в наглую самостоятельно против нескольких соперников. То с таким временем перезарядки, к сожалению, вы не сможете выстоять в стычке против троих соперников. Точно двоих под вопросом. С двоих может быть, если прям совсем какие-то не сильно подкованные подберутся. Так, привет. Тебя мы отправим в ангар. Сильно нагло ты играешь. Зря ты это делал, как мне кажется. Так, ну и я думаю, что самое время начинать подключать адреналин. И попытаться подъехать немножечко поближе. Необходимо стараться отыгрывать по возможности от башни. Потому что в башне есть приведенная броня. По корпусу здесь очень большие вопросы. Я бы сказал, здесь только одни ответы на вопрос, есть ли в нем какая-то броня. И брони, честно говоря, по корпусу особо нет. Да, какие-то рандомные где-то как-то рикошетики ловишь. Но это больше ситуативно, нежели железобетонно. Погнали дальше. Захватим точку. Ну и попытаемся немножко пострелять по ребятам, которые находятся на том конце карты. Запаса у меня прочности осталось буквально там на какие-то две тычки. А для кого-то возможно даже на одну, если хорошо втыкнут. Ну вот вам стрельба на дальнем расстоянии. Блин, да я говорю стрельба на дальнем расстоянии. Отвали нафиг с прицела. По-моему, все шикарно. По-моему, все действительно классно. Повторюсь еще раз. Как говорил про тяжик от девятого уровня, который в комплекте идет, так и про эту машину. Танки те, которые требуют сноровки от вас. Данная машина, мало того, что требует от вас сноровки, так она требует от вас еще и аккуратности. Это вам не, не знаю, там, химера какая-нибудь или что-то подобное, на котором можно периодически наглеть, борзеть. Ну и прям всякими глупостями в игре заниматься. При этом игра тебя отблагодарит тем, что тебя не будут пробивать, а ты в ответ дашь прям умопомрачительный какой-то урон. Здесь неплохо все сбалансировано, и да, хотелось бы, чтобы некоторые показатели, типа времени сведения и времени перезарядки были немножечко получше, но в целом танк действительно интересный. Я не могу сказать, что это мастхэв, я не могу сказать, что это имба, но то, что на этом танке можно получать удовольствие от игры, это точно. Три уничтоженных соперника, 2366 единиц нанесенного урона. Я сомневаюсь, что я занял первое место в команде, но второе по урону должно быть точно. Сейчас посмотрим и заодно лайкнем всех тех ребят, которые этого заслуживают. Да нет, ребят, видите, первое место еще и с существенным отрывом. Честно говоря, удивлен, думал, что кто-то накосил хотя бы на сотню-две единиц урона больше, но нет. Вот, оказывается, я все-таки довольно неплохо сыграл, даже лучше, чем сам ожидал. Итак, ребят, лайкаем наших соперников за то, что составили нам компанию в этом бою. Они этого достойны, они сражались крайне круто, к сожалению, проиграли. Ну, а наши союзники составили нам действительно очень, очень классную компанию в этом бою. И, как вы видите, практически все, не считая игрока, который занял последнее место, но его тоже лайкнул, потому что он сделал фраг, он минуснул один ствол. Все ребята действительно ровненько, красивенько отыграли, все большие умнички. Лайкайте своих союзников, лайкайте своих соперников, проявляйте уважение к другим танкистам. Это залог нашего общего успеха и нашего приятного времяпрепровождения в игре. Ну, а в отношении объекта 274А, как обычно, решение в отношении покупать или не покупать, безусловно, остается исключительно за вами. Я не могу кричать во весь рот по поводу того, что берите, он вам действительно нужен. Но и не могу сказать по поводу того, что танк абсолютно безинтересен и не нужен вам в ангаре, будет стоять пылиться. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам искренне, друзья мои, желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok